Всем привет! Это системные новости. С вами Дарья Сулименко и Дмитрий Кольчугин. Сегодня выпуски «Умные новостройки. Рекорд России в деревянном домостроении и увеличение мощностей системы Биотех». Обо всем этом и не только. Подробнее прямо сейчас. Сразу семь проектов группы «Эталон» включены в перечень умных новостройок Санкт-Петербурга. В этот список попадают проекты, которые соответствуют критериям рейтинга цифровизации единого ресурса застройщиков России. В их числе автоматизированный сбор и передача данных о потреблении ресурсов, интеллектуальное управление инженерными системами квартиры и дома, наличие систем безопасности, видеонаблюдения и так далее. В свою очередь, жилой комплекс в Соколе вошел в Книгу рекордов России. Впервые в истории нашей страны зафиксирован рекорд по деревянному домостроению из силти и панелей. Рекордсмен – это четырехэтажный многоквартирный ЖК «Соколики» в Вологодской области. Он имеет самое большое количество этажей среди жилых домов, построенных из CLT. ЖК был возведен в 2022 году в рекордно короткий срок. CLT-панели и другие клееные деревянные конструкции Сегежи Групп представила на международной отраслевой выставке Wood Expo for Africa. Это крупнейшая африканская платформа, объединяющая производителей и покупателей продукции лесопромышленного комплекса. Компания привезла в Йоханнесбург всю линейку своей продукции, в том числе крафт-бумагу, пиломатериалы и березовую фанеру, которая широко используется в строительной отрасли, автомобильной промышленности, кораблестроении и производстве пассажирского железнодорожного транспорта. Сегежи Групп собирается, открыв в Египте производство упаковки и логистический хаб для продажи своей продукции и в другие страны Африки. Система Биотех будет выпускать по контракту диагностические системы на основе метода ПЦР. Производство размещено на заводе в Калужской области, где до сих пор выпускалась только собственная продукция компании. В месяц площадка способна производить до 1 миллиона ПЦР-тестов, в том числе для сторонних заказчиков, клиник, дистрибьюторов диагностических систем и оборудования. Увеличение мощностей стало возможным благодаря дооснащению овнинского предприятия, в развитие которого в течение последних трех лет было вложено около 1 миллиарда рублей. Между тем, Бинофарм Групп расширила свой продуктовый портфель. Сразу 9 препаратов прошли процедуру регистрации в России и странах СНГ. На этом у нас все. С вами были Дмитрий Кольчугин и Дарья Сулименко. Еще больше информации на нашем телеграм-канале Система Ньюс. Всем хороших новостей и до встречи на следующей неделе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова